Семейные ценности не устаревают. Именно семья – начало всех начал. Желания заботы друг о друге и постоянный труд позволяют вырастить прекрасных детей, которые затем создают свои семьи и стараются сберечь в них ту же атмосферу любви, в которой они и жили в родительском доме. И никакие житейские неурядицы не смогут поколебать их уверенность в том, что семья – это самое главное. Нина Алексеевна Мовчан родилась в Омской области в семье тружеников. Геолог по профессии она посвятила ей четверть века, объездила всю Россию. Но самой яркой страницей ее трудовой биографии стала работа на дукатском золото-серебряном месторождении в Магаданской области. Вместе со своим мужем Владимиром Ивановичем они стали одним из первопроходцев этого крупнейшего в стране месторождения серебра. За дукат она была награждена медалью «За трудовое отличие», а ее муж – орденом почета. Если бы сейчас пришлось по новой думать, я бы точно, ну точно, снова выбрала геологию. Да, и ни шаг ни назад, ни вперед. О том, в каких экстремальных условиях приходилось работать геологом на Магадане – разговор особый. Но они работали и добивались намеченного. Нина Мовчан получила знак «Победитель социалистического соревнования» и звание «Ударник коммунистического труда», а затем и «Ветеран труда». И я очень любила вот эти жилы, бурят рисовать, разрезы делать именно, понимаете, с разрезом там. Я всегда, когда вот отчеты шли с моим оформлением, говорили, о, нарисовали, тут хоть, как говорится, лопатами греби. Да, да, у нас рудное золото и серебро, рудное. Карьер, штольни. Энергия у нее была неуемная. Помимо работы занималась спортом, стала разрядницей по лыжам, увлекалась еще легкой атлетикой и коньками, успешно справлялась с обязанностями секретаря комсомольской организации. В феврале 1976 года в семье Мовчан появился первенец Святослав. Еще через три года родился второй сын Иван и в 1987 году Владимир. Сыновей воспитывали строго, но справедливо и с большой любовью. Самое главное, старались вырабатывать в них самостоятельность. С самого рождения я с ними обращалась как со взрослыми людьми. Вот честное слово, я вот сейчас смотрю, сейчас совсем другое. А я вот именно, ну вот самого маленького, ну вот, я уже как со взрослым к нему, понимаете? Вот честное слово. И вот они меня как бы понимали, вот что я от них хочу, они все это... После того, как муж погиб в очередной экспедиции, забота о детях полностью легла на женские плечи. Нина Мовчан ушла из геологии и стала социальным работником, проработав в этой должности более девяти лет. Ей удалось отлично воспитать сыновей. Все они получили высшее образование. Старшие работают на хороших должностях в строительной сфере Санкт-Петербурга. Младший – ведущий специалист по бурению нефтегазовых скважин в Татарстане. По мне так ничего удивительного нету, потому что мы приезжаем сюда. А из жизни, ну, росли. Да, времена как раз попались такие, 90-е годы, как раз развал, когда геология начала разваливаться, и работы практически у них не было, но ничего, они растили нас, ни в чём мы не нуждались. Поэтому я маму любил, люблю и буду любить вечно. У Святослава четверо детей, в семьях его братьев ещё по два. Для Нины Мовчан нет больше радости, чем приезд к ней детей и внуков. Она и сейчас очень активная, администратор по работе с населением. Это должность ей по душе. В бригадах работал буровиков, геологов. Понимаете, мы же не сидишь один, но мы работали как бы обобщенно все. И у меня потребность, стараюсь народу помочь, если обращаются, ко мне много обращаются. Иногда мне за вопрос задают, а что ты там делаешь? Да я вообще-то даже не, вот, меня дома не найдёшь. Мне вначале надо позвонить, а потом уже прийти ко мне за справками, за советом. А то я вот там нахожусь. Подходите, пожалуйста. Нина Мовчан принимает участие во всех предвыборных кампаниях. Увлеклась плаванием. На золотой знак выполнила нормативы комплекса ГТО. Её хобби – коллекционирование значков. А любимое семейное увлечение – рыбалка. За душевную щедрость и нравственную силу, за воспитание детей и укрепление семейных традиций. А она отмечена благодарственным письмом главы Славянского района. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова